Друзья, всем огромный привет! Мы продолжаем с вами рассматривать мои косметические запасы. Оговорюсь еще раз, что показываю только абсолютно новые косметические средства, срок годности у которых истекает в 2023 году или в более поздний период. И в этой серии я покажу вам пены для ванн, соли для ванн и жидкое мыло. Что касается категории пены для ванн, всего одно средство у меня на данный момент в запасах, это Арифлейм, зимняя лимитка новогодняя, яблоко в карамели, по-моему, назывался аромат, 300 мл объем и, скорее всего, оставлю ее до следующей зимы, подобного плана средства будет более уместно в холодное время года. Соли для ванн. Я в последнее время сделала для себя выбор в пользу марки Сенсотерапия и стараюсь соль приобретать именно этого производителя. В запасах у меня на данный момент натуральная соль, пена для ванн, клубника и йогурт, перезагрузка, 600 грамм, очень приличный объем у этой баночки. Если использовать для принятия ванной это средство, то его хватит на три раза, то есть по инструкции на упаковке. Я также использую для ножных ванночек, тогда насыпаю в одну крышечку, всего этого более чем достаточно и прекрасное воздействие на кожу, я очень довольна, классные ароматы, могу вам эту соль рекомендовать. Что еще у меня есть? Также соль пены для ванн, морские минералы, детокс. Соль для ванн, уже без пены и более крупного помола, маракуйя и витамины антистресс. И последняя, четвертая упаковочка из моих запасов. Это соль пены для ванн, имбирь и лайм энергетическая. Классные продукты, можно отследить адекватные цены на Вайлдберрис и приобрести. Теперь, что касается категории жидкого мыла. Есть у меня такая промо-упаковочка, целых 500 мл мыла от Фаберлик, бьюти кафе, банановый мусс. Фитокосметика, народные рецепты. В свое время эти баночки были очень популярны. Сейчас я их редко в продаже вижу. Но вот у меня есть такой раритетик. Это нежная байкальская крем-мыло для рук на голубой глине. Интенсивный уход и увлажнение. Здесь 320 мл объем. Синергетик. Абсолютная новинка для меня, незнакома с косметикой от этой марки. Натуральное мыло для рук и тела, сандал и ягодоможжевельника. 380 мл объем. Новая Заря. Знаменитый российский производитель косметических средств. Жидкое мыло для чувствительной кожи лаванда. 500 мл объем. Палмолив. Нежность и комфорт. Жидкое мыло для рук. Цветок вишни. Объемчик здесь 300 мл. Есть у меня такая мини-коллекция в коллекции. Жидкого мыла от марки Nefis. Линейка «Завод братьев Крестовниковых». Парфюмированное жидкое мыло «Парфюм-крем» 300 мл. Парфюмированное мыло «Парфюм-бальзам» также 300 мл. Глицерин «Цидрат» жидкое мыло для дамы-господ в аналогичном объеме. Последний представитель из этой линеечки. Глицерин «Беркомод» жидкое мыло для дамы-господ 300 мл объем. От Ифраше в моих косметических запасах остался всего один продукт в категории жидкого мыла. Это лимитка 2022 нового года в объеме 190 мл. Называется она «Лакомая ежевика». Было больше, но на подарочки у меня это мыло разошлось, потому что по качеству и по аромату и по оформлению продукцию Ифраше, лимитированную, да и не только, подарить в качестве такого небольшого презента мне, по крайней мере, не стыдно. Ну и последних два представителя, абсолютно тоже шикарных, на мой взгляд, это «Арифлейм» линейка «Эссенс энд ко», одна из самых дорогих линейчик в компании «Арифлейм». Есть у меня жидкое мыло для рук с ароматом лимона и вербены. Здесь качество, оформление, все абсолютно просто люксовое, как и цена. 300 мл объем. Очень рада, что есть у меня в запасах этот продукт. И еще один представитель из этой линейки «Шафранный пачули». Также объем 300 мл, ну и ароматы сказочные. Итак, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Да, 12 упаковочек жидкого мыла в моей коллекции. У них у всех очень интересные ароматы. Я думаю, что их, в принципе, при желании можно использовать и как гель для душа. Ну, в общем-то, разберемся, как говорится, по ходу пьесы. Пишите, опять же, ваше мнение о моих запасах в этой категории. И не забывайте, пожалуйста, поддержать меня на Яндекс.Дзен. Канал называется также Иришка из Пензы. Мне безумно важно и нужно, чтобы вы поддержали мое новое детище, которое позволит нам с вами не потерять друг друга в случае какой-либо непредвиденной ситуации. Ну, а на этом прощаюсь и до новой встречи в следующей серии о моих косметических запасах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!